Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок литературного чтения. Вы узнаете, о чём хотел сказать автор в своём стихотворении и как писать в читалке по образцу. Тема нашего урока «С чего начинается здоровье?» Стихотворение Агни Бардо «Зарядка». Цель урока. Мы научимся с вами прогнозировать конец произведения по заголовку и началу. Будем определять, о чём хотел сказать автор, используя опорные слова, и понимать, в чём он хотел убедить вас. Развивать навыки, писать творческие работы. О чём мы будем вести речь на уроках литературного чтения? Посмотрите внимательно на картинке. Правильно, ребята, мы будем с вами говорить о здоровом образе жизни. Будем говорить о спорте. Давайте подумаем, с чего начинается здоровье. Здоровье начинается с гигиены, спорта, воздуха, воды, здорового питания. Агния Львовна Бардо, поэтесса, писательница, киносценарист. Родилась она 17 февраля 1906 года в Москве в семье ветеринарного врача. Училась в гимназии, где и начала писать стихи. Агния прилежно занималась танцами, но большого таланта в этом занятии не обнаруживала. Рано проявившись творческую энергию, направляла в другое русло – стихотворное. Агния Львовна Бардо очень любила детей. Свои стихи она посвящала именно детям. Ну а сейчас давайте послушаем стихотворение Агния Львовна Бардо «Зарядка». По порядку стройся в ряд, на зарядку все подряд. Левая, правая, бегая, плавая, мы растем смелыми, на солнце загорелыми. А дальше прочитайте стихотворение самостоятельно. Прочитали? Молодцы! Скажите, ребята, о чем это стихотворение? Кто написал это стихотворение? Как называется стихотворение? Как вы считаете, какая главная мысль этого произведения? Тема этого произведения? Правильно. Для кого написано это стихотворение? Так в чем же хотел убедить нас автор? Когда нужно выполнять зарядку? Как вы думаете, какая польза от зарядки? Узнаю у своих друзей, кто из них делает зарядку каждый день. А сейчас, ребята, мы с вами запишем рассказ об авторе. И дополним наш рассказ предложением Агния Львовна Барто, детская поэтесса. Запишите. Записал? Ребята, а сейчас еще раз перечитайте стихотворение в учебнике. И придумайте конец стихотворения. Как бы вы закончили это стихотворение? Давайте сочиним считалочку. Раз, два, три, четыре. Руки выше, ноги шире. Девять, восемь, семь, шесть, пять. Выходи со мной играть. Попробуйте составить свою считалочку. Я вам предлагаю, создайте постер «Первые шаги к здоровью». Ребята, вам стихотворение нужно выучить наизусть. И когда вы будете его рассказывать, используйте мимику и жесты. Вы получили самое основное содержание по этой теме. Задание старайся сделать сам. Все, что ты не успел сделать на уроке, сделай в свободное время. Не забудь, ты должен выучить стихотворение наизусть. Когда выполнишь задание, запиши видео и отправь мне. Очень жду. У тебя все получится. Удачи тебе!